приветствую как мог ужимал видео все что мог вырезал ребят все равно получилось 20 минут я постарался какую-то только уникальную информацию в нем оставить который будет каждому полезно поехали тестируем урон через дверь вот такую живот и даже его прошибло до двери красная потом фиолетовая сквозь него и еще отрикошетила синие у него осталось 50 хп с калаша так у меня 120 хп сквозь дверь но я в броне heavy ballistic armor стреляй пожалуйста попал в меня фиолетовый далее черная то есть нет пробития далее синяя и причем у меня 120 хп то есть мне урона вообще не нанеслось то есть бронежилет получается полностью заблокировал мне урон но в то же время сквозь него пуля пролетела и дальше полетел ну-ка еще раз давай то же самое да нет урона вот проходит пуля где броня она черная но она также летит далее вот от нее как бы то что осталось то есть если бы там был человек после меня без брони его бы покоцало или в незащищенную часть тела то есть вот такой вот это баг на этот раз я заменил бронежилет на police riot west то есть легкий бронежилет тот предыдущий весил 13 килограмм этот полтора килограмма весит так 114 хп было 120 6 урона мне нанеслось то же самое он черным помечен фиолетовый далее такой синеватый так тестируем heavy ballistic armor 13 килограмма навесит так еще раз тестируем пожалуйста в живот с свд не проходит урон броня потихоньку изнашивается также фиолетовая синяя то есть свд также не пробивает но это если heavy ballistic armor именно так теперь тестируем police riot west полтора килограмма легкий жилет то же самое с свд 107 хп у меня осталось было 119 120 значит 11 12 урона примерно так вот как стреляет дробовик 105 хп давай почему-то на этот раз они не изменили свой цвет сразу синий так теперь тестируем то же самое но на полы срают в с легкий бронежилет так дробовик также не прошибает как было 108 так и осталось причем они даже дальше не летят что странно давай давай еще раз протестируем 108 хп да не пробив только на этот раз пробило сквозь но это баг 113 хп в живот он палит heavy ballistic armor давай то есть тоже калаш не пробивает heavy ballistic armor тем более через препятствия не пробивает так теперь тестирую police riot west легкий жилет то же самое в живот с калаша значит у меня 113 хп давай было 114 100 от 101 стала так у меня легкий бронежилет 101 хп с дробовика в живот также не проходит урон даже по самому легкому бронежилету причем тут баг видите пули долетели и она показана как будто сквозь пролетала но это баг потому что если сквозь понятно что урон бы нанесся так также у меня police riot west легкий бронежилет 103 хп с свд в живот 82 было 103 значит я получил 21 урон с свд в живот в police riot west а с акм в живот вот в таких же условиях police riot west я получил примерно 13 урона то есть свд наносит больше урона так теперь протестирую heavy ballistic armor сколько урона с свд в живот 82 хп то есть heavy ballistic тяжелая броня не пробивается с свд как было 82 так и осталось отлично тяжелая броня рулит тестирую ящики вот такие с песком как мы видим они не пробиваются однако у них могут быть рикошеты как вы до этого видели то есть немного вот видите если так вот стрелять то будет рикошет соответственно если я бы здесь сидел можно было бы в голову так вот свой схватить эту пулю вот так вот в лицо рикошетом убивает в голову так еще одна особенность смотрите вот камень такой по идее он ну бред не должен прострелиться хотя может и должен не знаю но как мы видим он простреливается вообще целиком то есть если там я стоял или вы то есть вас бы за дело видите и причем все линии красные то есть урон в полном объеме наносится так стреляем через несколько камней вот и все то есть через несколько камней тут урон не уменьшается это баг очевидно потому что везде красная то есть сила вот это пробитие может быть конечно разные камни есть какие-то влияют какие-то нет вот тоже не влияют итак насчет деревьев смотрите вот это очень толстое дерево ни разу не пробило давайте еще раз попробуем в общем вот это дерево пробить шансов мало если вы за таким будете кимперить но все же они есть давайте потоньше дерево протестируем вот это да вот это дерево потоньше и она пробивается давайте посмотрим сколько урона пройдет и урон остановился то есть дальше него пули не вылетела сколько у тебя было 100 хпс 54 значит 46 урона так насчет вышек смотрите если вы там вдруг решите окопаться чтоб ни у кого не возникало сразу то есть вот простреливаются полностью вы там будете как на ладони очень легко убить никакой брони не дают абсолютно так палатки палатки простреливаются отлично а вот интересная текстура камня она отличается от остальных ну-ка вот этот камень не простреливать если вы найдете такой камень давайте по нему побольше постреляю этот камень железного защитит именно такая текстура камня так давайте бревно протестируем вдруг кто-то так вот за ним или под ним ляжет решит по кимперить спасает ли это бревно или нет или хотя бы сядет если там частично знаете частичное укрытие о чё не простреливается что не простреливается простреливается да простреливается просто не все пули проходят но те которые проходят то есть очень синяя и более чем достаточно чтобы вас убить так мы тут обнаружили то ли бак то ли непонятно что 120 хп шлем с пнв кидая биту в голову не 10 урона только нанеслось может затылок надо кидать до затылок затылки в прошлый раз умер от того то что не выставил 14 хп осталось бак затылок огромное количество урона наносится если биту железо не защищен вообще но да может быть может быть не защищен затылки так кидаю биту в затылок но у другого шлема до этого мы тестировали с ночным видением шлем может он забагованный типа нам показалось что затылок не защищен 20 хп 280 урона знаешь шлемы многие не защищены от броска биты сзади возможно они вообще не защищены сейчас протестим так стреляю с калаша я выжил он выжил причем тоже баг потому что 9 х то есть один с уроном нанеслось шлем и пуля дальше полетела без остановки силы так стреляю в затылок с калаша протестируем 100 хп у него да нет шлем блокирует урон но именно отбитый по какой-то причине он очень плохо защищен то есть урон проходит от метания биты в затылок именно причем именно в затылок ну вот пожалуйста еще для падра для выступления то есть частично прошибается частично не подсюда узора не прошибается если наискось как бы вот сюда так стреляет из частично прошибается тоже можете это использовать например вот так вот окопаться если вас зажали вот так вот хотя чизок на вас сам достанут так тестируем металлическую дверь так он стрелял по металлической двери то есть она не прошибается давай теперь я по тебе скажи пройдет или нет прошло чем металлическая дверь не пробивается калашом давайте теперь свд попробуем так ладно теперь свд стреляем сквозь металлическую дверь свд пробивает металлическую дверь так на крыше на радиовышке тестируем не пробивается так стены тестируем не пробиваются давайте теперь свд попробуем бортики вот эти рикошетят иногда видите даже от понял от пола пули видите попадают вон в труп причем по разному рикошетят с разной силой так столы проходит сквозь них урон стулья проходит так ну-ка сквозь трупы зомби есть рикошеты да сквозь трупы даже есть рикошет сквозь трупы людей да иногда есть так а лестница это ну-ка не пробивается так вот эти автоматы с напитками не пробивается свд не пробивается так вот эти кресла пробиваются так стол перевернутый какой-то в одну из комнат и дверь да все отлично пробивается свд по крайней мере калашом вот эти попробую тоже пробивается так ладно два стола попробую но два стола не пробиваются но если вот отсюда стрелять то вроде тоже не пробиваются свд есть там небольшие пробития просто она попадает другие текстуры тоже в ящики какие-то от стола вот видите здесь есть есть частичные пробития смотря как каждого стола вроде бы не должно пробивать но все равно это не очень удобно и не самое надежное укрытие так от цистерн рикошет есть вот есть частичные рикошет иногда иногда не рикошетит есть от свд рикошет металлическая лестница не пробивается так ящики тестирую красные прошибаются как нефиг делать калашом свд даже тестировать не буду вот это вот здание угол свд свд прошибает даже угол здания полезная информация так оси нет эти штуки нет синие цистерна не прошибает да вот эти ящики прошибаются даже калашом этот ящик свд нефиг делать прошибается и это тоже калаш и калаш прошибает так тестирую вот такие военные ящики пробиваются частично а свд свд еще лучше их пробивает то есть военные ящики вас не защитят так такие ящики ну-ка вот такие длинные ящики вроде бы не пробиваются и не пробиваются даже свд так что калашом не буду тестировать так а вот такие пробиваются в легкую так бочки красные но прошибается даже калашом в легкую понятно что что драгунов их тоже прошибет до в легкую так теперь вот так теперь зеленые ящики вот эти зеленые не прошибается что даже свд и кал а калаш их прошибает что на что-то бред вот это баг потому что если свд даже не прошибает а или просто я стреляю ты как бы стрелял под углом да не они вот если прямо сидеть то их не прошибить а если по вам будут стрелять вот отсюда то прошибут легко короче ящики эти зеленые ненадежные так вот эти вот ангары тестируем прошибаются они да собственно робот прошибает как мы видим прошибается другу новым калашом тоже прошибается так вот эти цистерны не прошибаются так обычный ангар тестируем стена ангара вроде не прошибается из свд вроде не прошибается двери ангара прошибается из свд из калаша даже рикошет есть в обратную сторону из калаша не прошибаются нет прошибаются как-то только меньше видимо у друга нов больше шанс пробития так но вот такие большие ящики так вот не прошибаются из другого не прошибается ну и с обратной стороны ангара вот такая вот дверка прошибается отлично даже калашом вот эти ящички ошибаются робот не дает снимать так прошибается ли вот этот ангар а вот сам здесь да прошибается то есть не прошибается только вот это вот дверь что не дверь точнее стена так на всякий случай металлические двери в бункерах вот такие вот металлические двери прошибаются прошибаются стекла естественно тоже а вот эти и эти стекла прошибается легко стена нет так вот такие ящики нам прошибаются в легкую клана вот такие двери на бункере пробиваются то есть на бункере двери отличаются от тех металлических что мы на аэропорту тестировали на аэропорту с калаша не пробиваются но с свд пробиваются здесь калаша даже пробиваются и следующего примера мы окончательно убеждаемся в том что на рикошет пули влияет угол с которого вы стреляете у драгунова принцип рикошета такой же но драгунов наносит больше урона и пробивает некоторые материи которые не пробивает акм если сильно заморочиться можно использовать предметы окружающей обстановки для заманивания врагов под определенный угол обстрела и вы сможете их убивать попадать по ним даже не находясь в прямой их видимости влияние за роинга была 1000 метров теперь 100 интересный многоступенчатый рикошет обнаружил смотрите то есть пуля прошибла дерево фиолетовый цвет полета далее отрикошетила от крыши ангара и еще полетела дальше например гипотетический враг засел в этом здании можно если приноровиться изучить куда стрелять чтобы его задеть но видите это сложно довольно сделать и если вы в патронах ограничены то возможно не стоит этим увлекаться либо по одному выстрелу делать потому что отскок снаряда идентичен плюс вам не так удобно будет отслеживать куда именно пуля полетела без админки представьте что там кто-то сидит на другом конце этой комнаты и ждет когда вы появитесь но если бы там кто-то сидел ему наступила бы крышка скорее всего многие строения в игре простреливаются без проблем поэтому не обессудьте без трассеров конечно сложно отслеживать но можно вот видите следы от пуль на самом деле это очень может пригодиться например вы засядете где-то и будет кого-то убегать целенаправленно заманивая туда противника противник сядет чтобы вас не рашить а вы в легкую можете его убить если вы четко запомните себе ориентиры то есть куда нужно стрелять на каком уровне чтобы куда именно пуля попадала с основной информации по тестам сделал таблицу скачать ее посмотреть вы сможете в моей группе вконтакте из новостей кто-то в моем сервере увидел серьезную конкуренцию им поэтому было решено мой сервер досить части серверов также досталось но я их отслеживал они гораздо раньше моего стартанули это все у них скорее было похоже на перезапуск и длительные сервера написал на g-портал это которые сервера в аренду сдают они мне сказали что да это дос атака и те сервера которые с моим находятся на одном хостинге также пострадали потом они сказали что это не дос атака все-таки а скорее технические неполадки у них какие-то были но оно и понятно потому что если всем говорить что у них dos атаку не удерживает их организация они будут нести коммерческие убытки поэтому не совсем удобно признавать но я уже все понял также была информация что какие-то игроки на моем сервере будут переманивать игроков на другой сервер различными многоходов очками я не знаю можно ли верить этой информации может быть просто одни люди поругались с другими и делают вбросы чтобы кого-то очернить а может быть это и имеет под собой какие-то основания я вам как бы то ни было все изложил дальше уже вы смотрите сами по ходу дела спасибо за внимание спасибо за внимание